Братья и сестры, друзья, я прочитаю текст Священного Писания. Это будет послание к Евреям, 10 глава, 25 стих. Послание к Евреям, 10, 25. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онова. Друзья, дорогие, это основной текст моей проповеди. Но вначале я еще хочу прочитать еще к этому тексту еще три текста. По той причине, что в этих текстах есть слово, похожее на слово, которое мы здесь прочитали. Собрание своего. Не будем оставлять собрание своего. Вот собрание, это слово в греческом, оно присутствует в трех других текстах. Несколько оно изменено, но корень у них один. Первый текст – это 2 Фессалоникийцам, 2 послание Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Друзья, вот тоже здесь слово «собрание», но немножко смысл чуть-чуть другой. Там сказано о собрании в первом тексте к Евреям 10.25, сказано о собрании, которое сейчас у нас с вами. Здесь речь идет о собрании, когда придет Иисус Христос, когда будут собирать детей Божьих от земли. И еще из Евангелия от Матфея, 24 глава, Евангелие от Матфея, 24 глава. Я буду читать 29 стиха. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их». Вот здесь слово «соберут», оно имеет тот же корень, что и слова, которые мы извлекли из предыдущих текстов. Тоже «соберут». Теперь последний текст – это книга Откровения, 7 глава, 9-10 стих. «После сего взгляну я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом, и пред агнцем, в белых одеждах, и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и агнцу». Друзья, вот я прочитал несколько текстов, но последний текст, он не имеет этого слова «собрание», но мы видим, что здесь собраны пред престолом Божиим, пред престолом Агнца, в белых одеждах, спасенные из всех народов. И я думаю, что это та цель, к которой мы с вами стремимся. Да? Дети, вы хотите быть там, пред престолом Божиим, в белых одеждах? Да. А что нужно делать для этого? А? Приходить на собрание. Потому что мы с вами прочитали первый наш основной текст «Не будем оставлять собрание своего». И дальше мы видим, что это собрание, оно похоже, слово «однокоренное» состоит с другими словами, где апостол Павел говорит в послании фессаленхийцам, что о нашем собрании к нему, о пришествии Иисуса Христа и о нашем собрании к нему. И у евангелиста Матвея там сказано так, что «соберут его», то есть это будет сбор. И в откровении мы увидели, что все собраны уже пред престолом Божиим, в белых одеждах стоят. Так вот, хотелось мне говорить вот на эту тему о нашем собрании. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Я бы назвал свою пробу так – плохой обычай. Плохой обычай. Что такое обычай? Обычай – это определение такое, значение этого слова. Унаследованное стереотипное поведение. То есть, приняли от предыдущих поколений или от тех, кто старше, это поведение. Но еще в подлиннике это слово «обычай», оно имеет значение еще «привычка». А привычка – это действие, ставшее привычным. Ну, обычным. Один раз человек не пришел на собрание, два раза не пришел, три. Ну и так дальше привычка. И, в общем-то, это стало нормой жизни. Так вот, друзья, я хочу сказать, почему мы не должны пропускать собрание наших, оставлять собрание наше. Я хочу назвать три причины, которые я нашел в этом тексте, почему мы не должны оставлять собрание своих. Смотрите, как вы считаете, это пожелание апостола? То есть, дети Божьи, я хочу, я вот мое желание, чтобы вы не оставляли собрание. Или же это заповедь Господня? Наряду, допустим, с такими заповедями. «Возлюби Господа» – это заповедь, заповедь. Это «обязано к исполнению»? «Обязано к исполнению». Или, допустим, «прощать обидчикам» – это заповедь или это пожелание? Ну, вот у меня настроения нет сегодня как-то, или этого человека я не очень увлю, поэтому я ему прощать не буду. Нет, это заповедь, это заповедно так поступать. Друзья мои, не будем оставлять собрание свое, это не пожелание апостола. Это пожелание самого Господа. И апостол, будучи вдохновленный Духом Святым, он сказал эти слова. Это Слово Божие. И оно обязательно к исполнению. И, знаете, если мы что-то не исполняем из Слова Божьего, то наступает ответственность. Вот в Евангелии от Луки, 12 глава, 47 стих. От Луки, 12 глава, 47 стих. Сказано следующее. «Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много». Друзья мои, если мы знаем то, что от нас требует Господь и не исполняем, будем ожидать от Него наказания. Раб, который знал волю Господина своего и не делал по воле его, будет бить много. И здесь воля Божья в том, чтобы мы не оставляли собрание своего, но, наоборот, присутствовали на тех собраниях, которые объявлены в церкви. И христианин должен быть благочестивым человеком. Мы видим, что Ной был благочестивый, богобоязненный, и он был спасен. Енок был благочестивый, и он вошел живым в небеса. И другие благочестивые люди Ветхого и Нового Завета тоже были спасены. И вот благочестие, что такое благочестие? Благочестие – это почтение к Богу и к Его заповедям. Как мы можем проявить почтение к Богу, которого мы не видим? Допустим, мы можем проявить почтение пред старым человеком, допустим, в автобусе уступить ему место. Это что? Это почтительность. Он зашел, мы сидим, мы встали, садитесь, пожалуйста. А как мы можем проявить почтение пред Богом, которого не видим? Как мы можем быть благочестивыми? А благочестие проявляется в исполнении Его Слова. И в частности, вот в этой заповеди, о которой мы с вами прочитали, не будем оставлять собрание Слово. Это Божье Слово, это Божье желание, это Божье повеление. И мое благочестие заключается в том, что то, что Господь сказал, я буду исполнять в своей жизни. И вот это первая причина, по которой мы должны посещать все богослужения, потому что это заповедь. Это не точка, знаете, я встречался с такими людьми, в кавычках верующими, которые говорят, ну, это точка зрения апостола, Павла, это точка зрения Луки, это точка зрения там еще кого-то. А вот где говорит, так говорит Господь, вот это Слово Божье. Друзья мои, вот если так избирательно подходить, можно всю Библию так вот повырезать, то, что нам не годится, что нам не нравится, и быть таким, так сказать, последовательным Божьим. Это неправильно. Поэтому это Боговдохновенное Слово Божье, через апостола оно было дано нам, не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть привычка. Вторая причина, почему мы не должны оставлять собрание свое, потому что здесь сказано, будем увещевать. А увещевать, это еще означает, что назидать, ободрять, утешать, исправлять, обличать. Вот такое это имеет значение. И вот жизнь церкви, в чем она заключается? Писание нам открывает. Первое послание к Олимпинам, 14 глава, 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть учение, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет в назидание. Смотрите, братья и сестры, когда мы сходимся, у каждого члена церкви есть свое дарование. И это дарование проявляется для того, чтобы получить назидание всем, кому что нужно, то, в чем нуждается в данный момент. Еще прочитаю Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, у мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Которая есть глава – Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получают превращение для созидания самого себя в любви. Смотрите, вот для чего Церковь Божия собирается. В этой Церкви есть множество дарований, самых различных дарований. Для чего? Для того, чтобы Церковь могла укрепляться, возрастать, очищаться, приготовляться. И каждый член Церкви имеет свое дарование, и таким образом получается превращение. К чему Бог стремится? Чтобы мы не были младенцами, колеблющимися, от всякого ветра учения. Чуть-чуть толкни, и он в эту сторону толкни, и он в другую. Друзья мои, для этого нужно служение в Церкви, для этого мы и собираемся, для этого и Господь присутствует во время богослужения и проявляет свои дарования через различных членов Церкви для того, чтобы нам возрастать, чтобы нам быть укрепленными. Это вторая причина, почему мы должны присутствовать на всех богослужениях. Еще евреям 3 глава с 12 по 14 стих я прочитаю. Здесь сказано так. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога Живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы соделались с причастниками Христу, и если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Но наставляйте друг друга каждый день». Братья и сестры, у нас в собрании не каждый день, только три раза в неделю. Для чего нужно наставлять друг друга? Чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, обманулся грехом. Поэтому Господь и заповедует, не будем оставлять собрания своих, потому что в собрании происходит наставление. Поправление нашей жизни, укрепление, обличение. Ещё можно так сказать, что мы на собрании иной раз зажигаемся от других братьев и сестёр, которые горят. Это подобно, как спичка загорелась, другую подставьте к нему, и она загорится. Поэтому вот вторая причина, почему мы должны не пропускать собраний, как у некоторых есть обычаи, но в тех собраниях, в которых мы должны начать церковь, мы должны присутствовать. Третья причина, она выходит из этого же текста. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более, усматривайте приближение дня онного. Друзья, здесь речь идёт о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, после того, как было написано это слово, прошло уже порядка двух тысяч лет. И насколько теперь мы ближе к возвращению Иисуса Христа, нежели те христиане, которым было дано это слово. Писание нам открывает, что в Откровении сказано так, что «горе, живущим на земле, потому что сошёл к вам дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени». И я думаю, что перед самым пришествием Иисуса Христа, да и сейчас мы видим, что дьявол сошёл в сильной ярости и множество обольщений, искушений. Для чего? Он знает, что ему мало осталось времени, и он желает в погибель увлечь не только тех людей, которые в этом мире не веруют в Господа, но, если возможно, и прелестить избранных. Человек избран, человек покаялся, спасён, но дьявол не оставляет абсолютно попыток, чтобы его увлечь, чтобы сбить его с пути и вернуть его в погибель. Вот третья причина, по которой Писание нас предупреждает, чтобы мы не оставляли собраний своих. И это заповедь, друзья мои, это заповедь. Я хочу привести статистику наших собраний. Мы собираемся, как известно, среда, пятница и воскресенье. И среди недели у нас примерно собрание продлевается на полтора часа. Итак, прибавляем три часа в неделю, это в среда и пятница, и ещё добавим два часа, это воскресенье. В неделю получается пять часов. В месяце четыре примерно недели, в среднем четыре недели. И получается, что в месяц мы на собрание тратим только двадцать часов из нашей жизни. А вообще в месяц у нас, знаете, сколько времени? И если мы, скажем так, спим из двадцати четырех часов в восемь часов у нас уходит на сон, то остальное время, шестнадцать часов, мы не спим, мы бодрствуем, мы чем-то заняты. И если посмотреть в месяц, это четыреста восемьдесят часов в месяц мы живём своей жизнью. То, что мы заняты домом, работой, досугом и так далее. И смотрите, четыреста восемьдесят часов – это всё наше. И из этого времени мы уделяем только двадцать часов собранию святых. Двадцать часов. И смотрите, это в двадцать четыре раза меньше, чем мы уделяем своей собственной жизни. А если мы посещаем только воскресные прихожане, только бываем воскресенье в собрании, то у нас вообще, мы Господу уделяем служению. Исполнению этой заповеди, не будем оставлять собрание своё, мы посвящаем только восемь часов. И в сравнении с остальными четыреста восемьдесят часов – это в шестьдесят раз меньше мы посвящаем Господу, чем себе. Поэтому, братья и сёстры, апостол говорит, не будем оставлять собрание своё, тем более вы усматриваете, что приближается день Господень, и дальше больше будет трудно. Церкви Божьей на земле будет трудно. Писание нам открывает. Не так всё будет просто, что мы, как говорится, с мягких постелей, с мягких диванов сразу в Царство Божие. Нам придётся пройти через многие горнилы испытаний, и поэтому не будем оставлять собрание своё, потому что в собрании Господь назидает нас, поправляет, обличает, укрепляет, зажигает нас, а мы не бываем на собрании. И тогда, когда приедут Христос, в каком виде мы можем пристать пред Ним? Вы знаете, если кушать в месяц четыре раза, то есть по воскресеньям кушать, давайте, если кто хочет, может провести такой эксперимент. Четыре раза в месяц кушать, по воскресеньям только. Что будет через месяц? Наверное, повезём цветы на могилку, да? Потому что человек не сможет прожить. А если духовного человека четыре раза в месяц, по два часа, восемь часов кормить его, четыре раза в месяц, по два часа в воскресенье, что будет с духовным человеком? С душой нашей что будет? Не то же ли самое, что крест можно поставить на душу? Братья и сёстры, это очень серьёзно. Поэтому Бог говорит, не будем оставлять собрание своё. Вы знаете, если мы не присутствуем на собрании, то что мы делаем? Ну, понятно, что за своими домашними или земными делами, трудами. Но Писание говорит, что все труды человека для рта его, а душа его, бессмертная, которая будет жить вечно, она не насыщается. Поэтому Господь предупреждает. 21 глава Евангелия от Луки, 3, 4 стих, я прочитаю. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отчекчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день не застал, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Братья и сёстры, мы сразу давайте будем отметать вот эти слова, допустим, объедение и пьянство. Хотя, может быть, в первом случае, в первом, какие-то есть у вас проблемы могут быть, но пьянства, допустим, нет, отказываемся от этого. Но заботы житейские. Смотрите, чтобы сердца ваши не отчекчались всем этим. Потому что, когда придет Христос, ваши сердца настолько будут приземлены, что вы просто не заметите Его пришествия, признаками Его пришествия, и не сможете приготовиться. Так вот, смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отчекчались. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы эту заповедь, которая непременно дана для исполнения нами, мы могли исполнить в своей жизни. И это же для нашего блага, чтобы, когда придет Иисус Христос, нам не оказаться застегнутыми врасплох. Я всю жизнь готовился, готовился и не смог приготовиться. И вот пришел Христос. Я думаю, что еще очень важно, это в смысле воспитания наших детей. Если родители неуклонно посещают служение и говорят, дети, поедем на собрание, потому что собрание – это важно. Там присутствует Господь. Это назначенная встреча с церковью и с Господом. Там звучит живое Слово Божие. Там все тело получает превращение самого себя при действии в меру каждого члена из этой церкви. И, друзья, если мы сами не являем нашим детям примера, то наши дети не будут так же посещать собрание, как и мы не посещаем. Еще мне хотелось сказать, что братьям-отцам, как правило, у нас многодетные семьи. Братья, покупайте мини-вены и микроавтобусы для того, чтобы всю свою семью возить на собрание, во все собрания, которые у нас назначены церквей. Я вспоминаю из нашей жизни. Тогда у нас был «Москвич», автомобиль. Машина, как известно, небольшая, тесная. И вот, когда приехал Пушков Евгений Никифорович со своим ансамблем, и было назначено служение, а у нас сели в этот «Москвич» супруга впереди и на заднем сидении трое взрослых. И у нас еще было, по-моему, тогда трое или четверо детей. И вот старшего сына как бы тесно. В «Москвич» он и так тесная машина. Но мы хотели, мы не могли никого оставить. Надо ехать на служение. Пришлось старшего сына багажник посадить. Постелили там одеялко, посадили его. Но, как говорится, в тесноте, но не в обиде. Приехали. Я почему запомнил этот случай? Потому что мы приехали тут, вышли скорее, тут уже ансамбль сидит, тут скоро будет служение. Мы так хотели видеть, послушать все. И забыли старшего сына в багажнике. А потом подходит брат, говорит, там кто-то у тебя в багажнике стучит. Ай-яй-яй, забыли ребенка. Ну ничего, чуть-чуть, может быть, перепугался, но вытащили его оттуда. Поэтому, братья, я говорю, братья, отцы, если у вас семья большая, как правило, у нас семьи многодетные, думайте наперед и копите деньги на то, чтобы купить минивены и микроавтобусы, чтобы всей семьей исполнять эту заповедь, о которой мы с вами прочитали. Не будем оставлять собрание своего. Пусть в моей семье не будет этого обычая, что я не присутствую на служении. Я и дети мои со мной сюда на служение для того, чтобы нам готовиться, чтобы нам ожидать, чтобы однажды, когда Господь позовет, и все мы были собраны. Поэтому пусть Бог благословит всех нас, чтобы эту заповедь мы непременно исполняли в своей жизни, и чтобы наше собрание, как в воскресенье, так и в среду и в пятницу, были достаточно многолюдными. Братья и сестры, Аминь.